Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я немножко объясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников, которые здесь у нас опубликованы в стране. Это не профессиональный блог журналистов, это мой личный блог без какой-либо претензии на профессионализу. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, так что давайте приступим. Интересные странные криминальные новости у нас с Турцией произошли. Будем сегодня больше говорить о внутренней политике, о внутренних делах здесь, что людей волнует. Из последнего и очень такого темного дела, что произошло вчера. В городе Стамбул, пригород это примерно час езды от азиатской стороны Стамбула, город Гебзе. Сначала какая изначальная информация? Неизвестный ворвался в главный офис завода Проктор энд Гэмбелл. Взял в заложники семь сотрудников этого завода. На место выехали сотрудники полиции и группы захвата, которые именно с террористами работают. Следующая новость. Чуть попозже обновление появляется фотография этого человека. На нем самодельное взрывное устройство. В интернете сразу идет разговор о том, насколько это настоящее, может ли это сработать, выглядит как-то нелепо. А может быть все-таки это что-то настоящее. То есть идут домыслия реальности. На стене он сделал надпись, на которой написано «Для газа откроются двери или мусала, место для совершения молитвы, или смерть». То есть его запрос, то есть почему он взял заложников, он за то, чтобы против выступил Израиль и вот этих атак на газу с защиту Палестины. В официальных новостях и официальных телеграм-каналов, например, новостных каналов, не было вообще никакой информации про эту новость. Это публиковали второстепенные, вторичные телеграм-каналы, новостные каналы, газеты различные. То есть максимально это очень резонансное дело, но при этом из официальной СМИ информации было прям чуть-чуть, вообще толика-толика-толика, очень мало. Известно к вечеру уже, что их оказывается двое, и один из этих террористов, бывший сотрудник этого завода, ну, соответственно, знал там ходы какие-то, была какая-то схема, как туда попасть, на этот завод. Ну, конечно же, в ближайшие, я думаю, сегодняшний день или дальше часы будет развитие этой ситуации. Интересно, очень удастся ли эту ситуацию замять. Я напомню вам о том, что это вот очень ситуация показательная, к моим словам, которые были сказаны в предыдущем видео про новости, что есть крайне радикально настроенная часть населения в стране, которые очень болезненно, тревожно относятся к ситуации в Газе, очень переживают. И небольшой процент есть людей, которые за вступление Турции конкретное более участие в разрешении этого конфликта, ну, вступление в защиту Газа именно оружием, людьми, там, не знаю, миротворцами какими-то, введение каких-то войск и так далее. Возможно, этот террорист, человек, который захватил этих заложников, относится к такой категории людей. Явно понятно, что просто неизвестно, как с этой информацией, как ее воспримут другие люди. И следующая криминальная тоже у нас новость. На прошедших выходных воскресенья было нападение на католическую церковь в центре Стамбула. При утренней молитве в районе 11 часов утра два неизвестных человека залетели в часовню, открыли огонь, убили одного человека, успели убить. У них заклинило оружие, поэтому они бросили его, убежали, скрывались. И им не удалось, слава богу, ранить либо убить еще каких-то людей, находящихся в церкви. Там было больше 10 человек. Это причем проходило в центре города, во вжеленной туристической части его. Сразу же президент Эрдоган сделал заявление о том, что он, скажем так, пригложит все полиции усилия для того, чтобы поймать этих террористов в течение 24 часов, потому что никто как бы не заинтересован в подобной теме, религиозной, террористической и так далее. По итогу их задержали быстрее, чем 24 часа. Уже к вечеру они были задержаны. И что мы имеем на данный момент по этим людям? Нападение на себя взяла одна из ячеек группировки ИГИЛа. Это террористическая организация, представители ее. Немножко здесь разница информации. Изначально была информация, что нападавший один гражданин Таджикистана, второй россиянин. Была информация уже попозже, опровержение как бы этой информации. Об этом писало лишь одно турецкое издание о том, что это два гражданина Таджикистана, россиянина там нет. Ну, как вообще это произошло? Два иностранца заехали в страну из Польши на машине с польскими номерами. Совершили нападение. Попытались скрыться, их поймали. Нападение произошло на католическую часовню церковь. Их поймали в течение дня. Один успел к этому моменту сбрить свою бороду, дабы поменять свою внешность, чтобы его по камерам не узнали и так далее. Машину они бросили в районе Белик-Тюзу. Это другая общая часть Стамбула, не там, где происходило преступление. Пытались скрыться, но им не получилось, не удалось. Когда их задерживали в течение дня, задержали около 50 человек еще. Кто их мог помогать, подозреваемых различных и так далее, и так далее. Пособники, кто продать им мог оружие. В общем, в этой организации участвовал. Там было несколько человек, остались подставки. По поводу внешней политики. В ближайшие дни планируется поездка президента Турции Реджепта Ипе Эрдогана в Египет. Это очень хорошая новость, некий такой сигнал потепления отношений, потому что отношения остыли очень давно, когда после того, как в Египте произошла революция и была смена правительства, так как человек, который до этого занимал свой пост, он был более, ну, такой он религиозным был взглядов, и он был более таким доверительным лицом. У него были хорошие отношения с Турцией. После того, как все это произошло, переворот, Турция охладила свои отношения с Египтом, поэтому немножко у нас оттепление идет. Также есть разговоры, и подтвердила эта российская сторона, что примерно, приблизительно, 12 февраля планируется визит президента России Владимира Путина в Турцию, и даже уже озвучили повестку, о чем, собственно, разговоры будут. Разговоры по поводу, конечно, взаимосвязи, взаимопартнерства России и Турции, и также украинского конфликта, это просто цитата, да, оттуда, о том, что с этим вообще будут делать, взаимодействия какие-то. Скажу так сразу, что встреча-то не просто так, потому что, когда Турция подписала, скажем так, разрешение вступления Швеции в НАТО, затем у нас идет разговор с Америкой про поставки, снятие Австралии, сняла запрет, кстати, о санкции с Турции, военные санкции у них были по продаже, и F-16 истребители. Но условия о том, что Турция будет сдерживать пополнение российских систем ПВО. В общем, вот такая здесь завязочка будет. Посмотрим, какой будет результат. Если состоится подобная встреча, возможно, я сделаю отдельный экстренный выпуск в этот момент. Будем обсуждать по факту какие-то результаты. В общем, информация будет самая свежая и актуальная. Если вы помните, в 29 декабря 30-го не состоялся матч турецкой суперлиги Фенербахчи и Галатасарай в Саудовской Аравии. Это рекламный матч, помните, был, да? Это большие деньги из-за того, что Саудовская Аравия не запретила, не разрешила символику Турецкой Республики, флага, гимна, портреты фототюрка и так далее. Так вот, сейчас Саудовская Аравия в Комитет спорта и футбола Турции направила запрос на возврат 4,5 миллионов долларов, которые были потрачены на рекламу промоушенную организацию несостоявшегося матча, так как по инициативе Турции их отказа со стороны турецкой матч не состоялся, компенсация этих затрат. Посмотрим, какой будет ответ. Как вы думаете, напишите в комментариях, вернет ли турецкая сторона эти деньги, какой результат будет этого небольшого конфликта, этих споров. По итогам 2023 года по статистике Турция заняла второе место в мире после Китая по покупке золота. На данный момент, в 2023 году это составило больше 201 тонн золота приобрели внутри государства люди-граждане в свое личное и частное пользование. Почему? Потому что кризис и золото, конечно, дорожает, и люди у нас здесь, золотишко турки очень любят, они вкладываются в золото, в валюту, либо в золото. Соответственно, приобретение здесь у нас и слитки, и украшения золотые, и золото вот это свадебное, то есть без каких-то драгоценных камней, когда идет чистое золото, которое потом будет проще без каких-то инхрустаций продать, в обменник сдать. То есть золото здесь это очень хорошая ходовая, назовем так, валюта, такая же, как доллары и евро в стране. И вот люди запасаются, вкладывают оставшиеся свои деньги, хотят их сохранить в какой-то твердой валюте, в частности в золоте. Официальное турецкое статистическое агентство Turkstat, это единственное, напомню, агентство в стране на сборы информации, на статистику которого можно официально ссылаться, провело исследование о пороге бедности, какой у нас является уровень нищеты, уровень бедности, уровень среднего класса, и кто является богатым. Какие там показатели определенные были, опрашивали о населении страны. 44% населения всей страны Турции людей живут на съемном жилье, не имея жилья в своей собственности, не в своем. Это к вопросу всегда экономическому уровню зарплат, уровню пенсии. То есть и уровню стоимости аренды жилья. Также есть небольшой процент, 15% населения, которые живут, не платят вообще за жилье и не имеют своего жилья. 15% это, вот я про что раньше говорила, какие-то родственники, родители, например, живут со своими детьми. То есть у них нет в наличии своих апартаментов, каких-то документов, при этом они не платят за съем. То есть живут поколениями в своих семьях для того, чтобы экономить и не оплачивать, например, аренды. С примерно марта месяца 23 года и по сей день в городе Мирсин действует банда из трех девушек русскоязычных, которые ограбят своих же. Ущерб на данный момент составил уже более полтора миллиона долларов и ограбили они уже более 50 квартир. Как это происходит? Видимо, в соцсетях, в каком-то общении, в чатах, скорее всего, телеграм-каналов. Об этом уже домыслы идут нашего комьюнити русскоязычного. Люди рассуждают, как это может быть. Они знают прекрасно расписание людей, они отслеживают квартиры, то есть это не просто так какой-то налет, набег и случайно кого-то что-то. Они знают, у кого, как, где, что воровать. Подкарауливают, когда хозяев нет дома, вскрывают квартиры, забирают все, что условно не на месте, скажем так, все, что на глаза попадается. Более ценно, это всегда, как правило, техника, где-то деньги, золото. Это условно, скорее всего, я личное предположение по менталитету, знают, где что-то может быть спрятано, где это могут спрятать русскоязычные люди. В общем, все, что под руки попадается, они воруются и убегают, вскрываются. Очень много камер видеонаблюдения их, они скрывают свои лица, но их только силы это обычно на камеру попадают. Лица закрыты, либо масками, шарфами и так далее, или не знают, где камеры висятся, от них скрываются, то есть голову отворачиваются, очень трудно было их поймать. Но в чем интерес? В том, что их уже ловили, очень много заявлений написано о кражах, и их полицейские почему-то отпустили в итоге. И поэтому был отправлен запрос в русско-российское консульство о том, чтобы они оказали содействие, помогли возбудить уголовное дело, и все-таки этих девушек задержали. Консульство им ответило тем, что, как и есть по закону, что они не могут содействовать открытию какого-то уголовного дела, то есть юридической активности консульство на территории Турции никакого не имеет. Это дело юридическое самого государства, и как-то способствовать ему развитию и так далее они, к сожалению, не могут. Так что, кто живет в Мерсине, русскоязычные, пожалуйста, будьте аккуратны и бдительны. Это группа из трех-четырех, по-разному, там на разных видео была разная информация, девушек. Будьте внимательны и публично не делитесь информацией там о своем быте, где вы работаете, чем занимаетесь, чтобы у людей не было возможности приблизительно понять ваш график и узнать, когда вас не будет дома, чтобы прийти вас и ограбить. То есть будьте бдительны, пожалуйста. И, кстати, о криминале еще. Немка 65 лет, приехала в Турцию и познакомилась с мужчиной и местным жителем, которому немножко за 40-43 года. У них были отношения, они встречались, она делала ему подарки. В общей сложности за период их отношений она потратила на него порядка 20 тысяч евро. Это различные подарки были, ее инициатива, ее вложения. В свою очередь этот Альфонс обещал ей жениться. Каждый раз всегда кормил завтраками, все у нас будет. В итоге в период отношений несколько лет свадьбы никакой не было, деньги она потратила. В итоге женщина решила обратиться в полицию местную турецкую, завести дело для того, чтобы стрясти, скажем так, по закону, отсудить эти вложенные 20 тысяч евро в своего возлюбленного, который обещал жениться, но этого свое обещание, скажем так, не выполнил. В свою очередь турецкое законодательство, к сожалению, у нас нет такой статьи, по которой можно судить человека за его обещания. И уголовное дело не было возбуждено. Ее потраченные 20 тысяч евро рассматриваются как ее, скажем так, она не давала никаких расписок, на нее не было оказано давления, чтобы ее заставляли за это платить. Это была ее личная инициатива, ее желание, а то, что ей обещали, к сожалению, за обещание пока что еще не судят ни в одной стране мира. Такая интересная история. Кстати, скоро у нас уже будет возвращение нашего первого космонавта, который, космонавт-урок, улетел в космос. Он сейчас находится на станции МКС. Его тур, скажем так, был не очень длинным, в порядка двух недель. Недавно была очень интересная конференц-связь из станции МКС и с городом Диар-Бакыр, где школьники задавали вопросы космонавту. И дети такие непосредственные и такие интересные вопросы они задавали. Один из вопросов, встретил ли он там инопланетян. Если да, то как они выглядят. Ну, очень интересно, насколько большое и огромное солнце, какая погода в космосе и так далее. И когда он вообще, прилетал ли он на Турции, когда это происходит. Очень интересное такое видео. Я больше скажу, что его ожидают обратно. Вот в Стамбуле, возле площади Токсим, на самой главной площади Токсим, из Стекляль, там находится такой в виде купола мини-музей, в котором стоят информация о нем, как бы истории этого человека, имени этого космонавта. Это временная инсталляция. Затем там же у нас есть видеоэкраны, где идет трансляция вот этого полета. Там смотрели граждане, кто хотел посмотреть старт вот этот. Вот прямая трансляция была. И когда сейчас будет приземление и возвращение, там тоже будет это все происходить, транслироваться. Если кому-то интересно этим заняться, посмотреть. Ну вот, кстати, я немножко недоговорила. Вернусь к вот этому исследованию Тюркстата по поводу бедности. По их последнему январе опубликованному исследованию, сейчас в Турции считается черта голода. То есть человек голодает, если его доход в месяц 15 048 турецких лир. А черта бедности, то есть не голодаем, но уже место тяжело живем финансово. Как правило, это расчет идет на семью, два взрослых ребенок или два ребенка. Но в этом исследовании это не было прям детально указано. Но у них обычно стандарт такой идет. Вот семья из четырех человек. Вот черта бедности это 49 019 турецких лир. То есть если доход на семью суммарный из двух человек и ребенка составляет меньше 49, то это бедность, черта бедности. Например, 50 000 лир и больше доход на семью суммарный. Это уже средний класс. Вот, кстати, очень важный момент к вот этой встрече политической Эрдогана и Путина еще в Турции ввели закон. О праве на переработку газа, который позволит сжигать добытый стране газ и импортированный из разных источников и перепродавать его в виде СПГ за границу. То есть все-таки формирование Турции как газовый хаб по транспортировке газа в Европу. Спасибо вам за ваше внимание. В инфобоксе под видео, напоминаю, есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции обязательно. Подписывайтесь, что у вас там. Пишите комментарии, ставьте лайк и распространяйте это видео в соцсетях. Делитесь ссылкой, отправляйте своим друзьям. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...